МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу в эфир. У студии працует Евген Поболовец. Добрый вечер. Глядите в этом выпуске. Экономика областного центра в лежбах и прикладах. Сегодня выники работы господарского сектора разглядели на посяжении Гарва Конкама. Боская литургия с сурдоперекладом отбылась сегодня у Гомеля. В неделю павневый ветер принесе на Гомельщину тепло. Зараз об этом меньшем борщ подробязна. В метах скорочения финансовых затрат у Гомеля плануется провести оптимизацию маршрута у громадского транспорта, а также переглядеть систему затрат на жилево-коммунальные послуги. Такая пропанова прохучала подчас сегодняшнего посяжения городского выконавшего комитета. Экономика областного центра в лежбах и прикладах. В материале Олега Сентьюрова. Экономику Гомеля нельзя назвать идеальной, але и неких невыраженных проблем тут так само нема. Была и самая актуальная для комитетчан-показчик зарплата. У Версни она перевысила 700 рублев. Разом с тем, гэта середняя зарплата у некоторых организациях у Версни работники отрымали по 250 рублев. Гэта усягон на 10 рублев больше официально установленной минимальной зарплаты. Основная причина – неэффективная работа, что створяя и яшедну проблему – запозраченность у городский бюджет. Завод металлоконструкции, наприклад, мая долги у 130 тысяч рублев. Выдавнейший монтажный трест номер 27 – свыж 100. Хоть не за все до ситуации задержать только от самих субъектов господарения. Экспорт послуг, наприклад, не выконан на крыку больше, чем на 1%. И гэтый процент – следствие изменения ситуации на зусветных рынках. Частное предприятие, которое работало на российском рынке по экспорту продукции белорусского металлургического завода. И вот с учетом того, что объемы упали на металлургическом заводе, соответственно, и сказалось на показателях по городу. Но вместе с тем могу сказать, что в текущем году существенно нарастили экспорт автотранспортные предприятия и в Российскую Федерацию, в Казахстан, в дальние зарубежья. Еще одна проблемная сфера – товарооборот, громадское харчевание. В сравнении с минулым годом он снизился больше на 6%. Угомским горлоконками перекананы. Причина не только у снижения покупницкой издольности населенства, низкая якость обслугования и неякостное, а при этом дорогое харчевание. Пытание, над такими необходимо работать. И еще одна задача для городской экономики – оптимизация затрат. С початка года социальная сфера профинансована на 80%, что она больше, чем плановалась. Разом с тем, это не выключая необходимости заработать на бюджетной деятельности, и находить внутренние резервы. По якости прикладу – транспортная голена. Стоимость проезда остается неизменная. В то же время мы хотели бы, чтобы сумма возмещения из бюджета была меньше. Соответственно, им доводятся планы по снижению затрат. Это рациональное использование материальными ресурсами, естественно, регулирование заработной платы, оптимизация численности. Ну и, с другой стороны, это оптимизация маршрутов. То есть, чтобы не нарушались социальные стандарты по перевозкам, в то же время надо рассматривать, где какие маршруты не догружены. Подведение вынеку работы за 9 месяцев, махчимость убачить проблемные моменты и удокладнить шляхи в управлении ситуацией, драматизовать ситуацию у Гомска-Гар-Уганка не схильная. Вречи, кажут, для выконания годового задания еще есть час. Практика показывает, что в целом все зависит, в первую очередь, от руководства предприятия, от коллективов. Поэтому мы нацеливаем руководителя о том, что завершение года нужно все-таки подтянуть с тем, чтобы достойно завершить год и выполнить все обязательства. Олег Сентюров, Валерий Копанько, дали раду компании Гомель. Мясовые улады допомогут гражданам знайсти отказы на хвалюючие пытанье. 5 листопада протягнуть свою работу промы и телефонные линии. В субботу же хары региона смогут звернуться с пытаниями до наместника старшини Гомельского абл-выконкама Олега Михайловича Пачинка. Звонки прымаются по номеру телефона в Гомеле 75 12 37 с 9-й годин ранится и до 12. В этот час на пытание гомельчан откажет наместник старшини Гар-выконкама Сергей Евгенович Андреев, номер телефона 75 53 33. Стан работы по сопротивлению незаконному обороту наркотичных и психотропных речевов отмерковали сегодня у прокуратуры Гомельской области. Специалисты означают стабилизацию ситуации в этой сфере. В значной ступени этому посприяла реализация мер декрета президента номер 6. Однако певное питание усея еще потребует больше серьезной уваги. Тему протягнет Максим Савин. Декрет президента номер 6 об неоткладных мерах по сопротивлению незаконному обороту наркотиков был приняты на проконце 2014 года. Документам сменшено возраст криминальной отказности за злочинство, связанное с распоусюдживанием наркотиков. Зараз это 14 годов. Узмоценена отказность за подобные правопорушения. Зараз дилерам и гендлерам присуждаются от 8 до 10 годов позбавления воли. Як выник, колька злочинства в этой сфере идет до снижения. До того, все лета правоохранниками перекрыты три каналы поступления наркотичных сродков в Республику Беларусь с Российской Федерацией. В текущем году ликвидировано 11 интернет-магазинов. В связи с этим сокращается, как я ранее говорил, количество синтетических наркотиков на территории Гомельской области. В связи с этим сокращается и количество несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Свой эффект дают все разные профилактические мероприемства. Открытые выездные посадки судов по разгляде таких справ. Утым лику в научальных установах. Неполнолетним наглядно демонструют, за чего можно привести жадание заработать легкие гроши. Введение в действие декрета президента номер 6 существенно уже сточилось практика назначения наказаний за незаконный оборот наркотических средств. В частности, прокуратура области было проведено обобщение практики назначения наказаний по данной категории дел. И как судебная статистика, сроки наказания за незаконный оборот наркотических средств, особенно за сбыт наркотических средств, существенно выросли. По выниках посаджения приняты широк решения. Утымликуя проведение несуместных рейдов по сельской местовости для выявления места в заховывании наркотиков в пустых хатах. Евген Поболовец, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомель». Сегодня в «Гомель» отбылась спровоздачно-выборная конференция областной организации Белорусского союза «Жаншин». Были подведены выники деятельности за опущенную пятигодку и узнагороджены лепшие активистки региона. Слово «подяки», «веншаванник», «кветки» и «грамоты». Гонорову знагороды от керівництва в области Белорусского союза «Жаншин» и регионального отделения отримали те, кто у свою доброчинную работу укладает не только час и силы, а и душу. Сегодня областная организация Белорусского союза «Жаншин» обедновывает больше 15 тысяч представниц пригожей половы человечества. Они принимают самоактивное дело в социально-значных акциях и проектах, накереванных на поддержку и оборону интересов жаншин, семьи и детства. Сейчас и формы, и методы работы нашей женской организации изменились, и задачи мы решаем более актуальные, более значимые, важные для страны. И в целом, я говорю, на эту пятилетку мы будем свою работу строить по принципу, как и вся страна, вместе за сильную Беларусь. А до «Рочистой частки» у дельницы мероприемства перешли до пленарной. Были огучены выники деятельности областной организации Белорусского союза «Жаншин» за почнюю пятигодку и вызначены задачи на будущую. До того ж, подчас провоздачно-выборной конференции были обраны делегаты, которые представят Гомершину на аналогичном республиканском посяжении. До речи, оно будет особливо урочистым. Белорусский союз «Жаншин» сегодня означает свое 25-ти годы. У музея Гомершского палацова-паркового ансамбля сегодня презентовали новый раритет-фотографичный альбом «Гомель-1911». На его сторонках размешаны 14 фотоздымков в начале 2020 года с выявами парку и интерьеру палаца, некоторые из них ранее были невядомые. С уникальными экспонатами ознайомились наши корреспонденты. Альбом «Гомель-1911» – экспонат, правда, уникальный. Верогодний за все, Йонус Нуе – у один им экземпляры. На сегодняшний день есть два варианта и причин его выдания. До 55-ти годы уступление во владание майонтком Федора и Ирыны Паскевича. Те у якости подарунку некому особливому гостю, худшей за все, с царской семьи. Цекавая и сама история набытия альбома. Я была на конференции научной в Петербурге, и когда сообщала о Гомельском дворцево-парковом ансамбле, один из исследователей подсказал, что где-то в Москве блуждает якобы альбом о Гомеле 1911 года. И вот тут началась почти детективная история. Мы его разыскивали, мы искали владельца, мы искали информацию об этом альбоме, затем нашли. Значную допомогу на бытие альбома оказал гомельский антеквар Сергей Путирин. Финансовую патрымку оказал Беларусьбанк. Докладный коштор рэдэта не называется. Гэта коммерцийная тайна, але ён вельмі немаленькі. У ближайший час альбом будзе накераваны на рестаурацию. А таму башыть ягой экспозиція пакуль нельга. У сувезі з гэтым фотокопии здымка у музею вырашылі выставіць у адной з галерей. Дарэчы фотоздымкі маюць не толькі гістарычную каштунаць. Яны допомогую спеціалистам у аднауленні палацы і парка. Пры гэтым ў адміністрація ансамблю спадзяюцца, што гэта неапошнія каштунае набыцё. І нават называюць экспонат, які тут вельмі жадаюць убачыць. У нас ёсць картина. Паскевич там на лошадзе. Іван Паскевич. Она, в принципі, колекціонер нам его передал на временне храніння. Он тож же выкопил эту картину на аукционі в Расіі. Але пака стоімась для нас гэта картина больша. Паэтому она просто ў нас знаходзіць. Але ми мечтаєм, кінешно, її купити, щоб вона була нашій субстанністю. У школьників завершаються восінські канікулы. Після выходних їх знову чекають занятки. А пакуль в установах адукації протягуються робота, гульнявые пляцівки і об'єднання по інтересах. Гомельський обласний дом навученців і работників установ професійной адукації долучився до республіканській акції «Корисні канікулы». Які справи пропонували педагогі і школьникам, довідалася Ганна Корольчук. Майстер-класы і занятки для кемлівых і творчих пропонували на канікулах педагогі-установы. У гуртку рукодзіля юні майстри працюють з паперой, з соліним тестом, створюють флористичні композиції. Дітяча студія веявлення гамостатства «Тюбек» – це уроки малювання і аплікації. У гуртку «Аквариуміст» дітям можуть кормить і доглядати живёл. Ми були на кружках рисування, ми рисували вази. Мені очінь панравілося і, ну, я думала, запішусь як-нібудь і буду ходити туди. Ми були сьогодні ще у жовтніх, ми їх виділи, і черепахах, і мяков, і рыбак, всіх виділи. Головні наведвальніки гуртку – навчанці школ савецкага района, але тут будуть раді усім. Справу по душе знайдуть і дошкаляті, і падлеткі. Підагогі проводять майстер-класы на протягу усіх восінських канікулов, а до зімових планують падрахтаваць нове. Інагда буває, що красоту можна увидеть через монитор комп'ютера, через екран телевізора. Але моє мнення таке, що краще с красотой сприкасаться непосредственно вживую і, можливо, даже своїми руками. Коли своїми руками він щось зробив і принесет, от він дому сьогодні, придет і скажет, мама, це зробив я, мама, це нарисувала я. Це просто здорово. Значить, ми где-то цю свою задачу виконали. І пусть даже хоч один ребенок придет к нам займатися в кружок, ми считаємо, що це вже победа. Ганна Корольчук, Валера Гапанько. Телерадио компанія Гомель. Сьогодні православна царква вспомінає отсуды, що явила світу ікона Казанської Божій Мати. У Гомеля в гэтай день боская літургія у храмі архангела Михаила пройшла з сурдоперекладом. Служба з перекладом на жестовую мову крок до тих, хто жадає свідомо быть ближай до Бога. От свершеннослужителів яны потрабують спеціальних навыков. Потребно улишвать психологічні особливості прихаджан володать спеціфічной мовой. Сьогодні літургія пройшла з допомоги ведущих спеціалістів по жестовам перокладі на баженствах з Беларусі і України. І у завершенні випуску ми познайомим вас з анонсами самих цікавых матеріалів, які вийдуть у ефір на гэтых выходних. П'ятого листопада означається «Сусвітный день мушчин». Гэта свята немає офіційного статусу, але становіться усе більш популярным. Зараз у Гомельській в області проживає каля 700 тисяч процтауніков мозныя половы чоловецтва. Наші корреспонденти доведаліся, які яны – сучасні мушчини Гомельщини. Знайшли узорних працтавніков і высвітліли, які погрозы послабляють моцний пол. Глядіці репортаж Настасі Кучинській в вечерній випуску новінов на каналі «Беларусь4» 5 листопада. 60 років тому у Гомелі вийшла у ефір перша телеперодача. Для витоку епохи телебачення стояв Гомельський аматорський телевізійний центр. Город Гомель. Відатних поспіхів добілися у своїй роботі радію аматору Гомельських радію клуба «Досаф». Напевно мінавіта геттає падія і натхніла Гомельських радію аматорів на створення власного передаючого центра. 6 листопада 1956 года яны здоліли выдаць у ефір мастацкі фільм «Максим Піра Піаліцца». Перша вяшчання адбулось із будынка палацачі гуночнікаў, на даху якого ўстанавілі дзві антэнны – прымаючую і перадаючую. Сігнал можна було прымаць на адлігла стіне дзі 10 кілометрів, па сутнаці ва ўсім тагачасным Гомелі. Правда, колькаць телевізора ў городі ў той час не перывышала і одного дзісятка. Про тое, як стваралася талебачані і людзей, якія яго стваралі, глядзіці сюжету на вінах тыдня на каналі «Беларусь 4» 6 листопада. Не глядзіці на тое, што Савецкі Саюз распаўся яшчы ў 1991 годі, шмат які символы той эпохі можна ўбачыць і зараз. Правда, калі для старейшага пакаління яны асоцііруюцца с тагачасным жыцём, то молаць часам не ведая навад іх назвы. Па вулицах Гомеля Савецкага Пирыяду прайшоў Олег Сінцюроў. Рэпортаж выйдзі ў эфіру дзень 99-й годавіны Кастрычницкой революціі. Сёмга листопада ў выпуску новінаў на каналі «Беларусь 4». На выходных ў Гомельской області будзе тёпла, аднак з апатками. Блежэйшай ночі синоптикі абяцаюць мокрый снег і да 5 градусів морозу. У суботу будзе безэстотных апаткав і да плюс 5. У неделю паўнёвый ветер прынясі тяпло. Па в області ў ночі до плюс 3, ў дзень – до 8, а ў особных районах і да 10 градусів выше за ноль. Прагнозуюцца мокрый снег і дожж. У понеделок ў ночі будзе до 6 градусів тяпла, ў дзень – до 12. Махчымы дожжы. Усього доброго и до встречи у эфіри. Махчымы дзень – до 12.